В Киеве оплатить проезд в наземном транспорте будет проще. В Киеве после отказа от бумажных талонов для оплаты проезда в общественном транспорте и внедрения Е-билетов, теперь планируют запустить возможность рассчитываться в автобусах, троллейбусах и трамваях банковской картой. Об этом 25 января сообщил заместитель председателя ГГА Петр Оленич в своем Facebook. По словам чиновника руководителя цифровой трансформации столицы КТУ, в феврале планируется запуск оплаты банковской картой в наземном коммунальном транспорте в тестовом режиме на нескольких маршрутах. Какие именно это будут маршруты не уточняется. Впоследствии такую возможность станут расширять, чтобы услуга работала во всех видах наземки. Оленич проинформировал, что в столице в общественном транспорте за полгода электронным билетом воспользовались 140 миллионов раз, в Киев цифровой было сгенерировано 11 миллионов QR-билетов, а также зафиксировано увеличение поступлений от перевозок. Напомним, с 14 июля 2021 для пользования общественным транспортом в Киеве, троллейбусом, автобусом, трамваем, надо приобрести транспортную карту, или купить QR-билет, или же иметь карту киевлянина для льготного проезда. Отметим также, что как только в Киеве отменили бумажные талоны для оплаты проезда в общественном транспорте, в некоторых троллейбусах водители обходили новые правила, и продолжали собирать с пассажиров просто деньги, ничего, не выдавая взамен. По данным Гастата, в Украине за прошлый год общественный транспорт подорожал на 33%. Так тарифы на проезд выросли на 32,8%, с 5,5 гривны до 7,3 гривны. А за 2020 год проезд в городском транспорте подорожал 7,8%, с 5,1 гривны до 5,5 гривен. Также мы писали о том, что в конце 2021 мэр Киева Виталий Кличко высказался о подорожании проезд в коммунальном транспорте столиц и объяснил, что для владельцев карточки киевлянина он будет 12 гривен, для гостей столице 20 гривен. Цена изменится не ранее, чем после окончания отопительного сезона.